Василиса Котова с раннего детства занималась музыкой. Отучилась 10 лет в детской школе искусственного вокального отделения у Анжелики Ермаковой. В этом году девушка закончила программу обучения. Финальная точка для нее стала победа на международном конкурсе музыкально-песенового и танцевального творчества «Кубок Москвы-2020». Мы сначала записали песню в зале еще до карантина у нас в школе. А потом, поскольку конкурс проходил в онлайн формате, мы записи и отправили. И так вышло, что у меня первое место. Девушка исполнила песню в разведке о войне, о двух товарищах, которые погибли, исполняя свой воинский долг. В семье Василисы есть те, кто не вернулся с полей сражений. И для нее эта песня особенно близка по духу. В детстве Василиса слышала много рассказов о войне. Настолько пропитаны подробностями и настолько реальны, как будто бы вот ты их можешь потрогать. Они происходили в этом мире и достаточно короткий промежуток времени назад. И это оставляет какой-то отпечаток. И благодаря чему ты можешь пропустить песни, которые сочинялись на основе подобных ситуаций через себя и понять лучше боль и трагедию. Ее младшая сестра Мирослава также победила на Кубке Москвы. Ей присудили звание лауреата первой степени сразу в двух номинациях. За исполнение композиции «Если в небе солнце светит» и чтение стихотворения «Две сестры бежали от войны». Это произведение о том, как восьмилетняя девочка, оставшись без родных, потеряла и трехлетнюю сестру. Стихотворение меня тронуло до глубины души. Там есть слова, что маму с папой расстреляли фашисты, а брат Иван умер на войне. Так что она осталась совсем одна. Это, наверное, была самая-самая больная травма из-за того, что она осталась в одиночестве. Это не первый конкурс, в котором принимает участие Мирослава. Несмотря на юный возраст, девочка уже становилась призером различных областных творческих состязаний. Но новые награды – первая серьезная победа девочки. Это именно Кубок Москвы. Именно из-за того, что это Москва, а в Москве, знаете ли, тяжело выиграть. И я была очень рада. Если Василиса решила отойти от музыки и посвятить себя другим занятиям, то ее младшая сестра планирует покорить новые творческие вершины, совершенствуя свое вокальное мастерство и получая престижные награды. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.